Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами я хочу попробовать на вкус очень красивую игру под названием Night in the Woods, что переводится как Ночь в лесу. Эта серия будет пилотной, если игра понравится и мне, и вам, я бы с радостью начал ее проходить. Поэтому голосуйте, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментах, будем с вами вместе решать. Ну а я, в общем-то, тем временем начинаю новую игру и... и... В год, когда дедушка умер... Какое-то грустное начало, вам не кажется? Прям реально очень-очень грустное. Сразу дедушка умер. Случилось самое ужасное наводнение после 1998 года. Грег застрял на крыше собачьей будки. Кто такой Грег? Так, электричество отрубили на два дня. Кейси Хартли приплыл на лодке своего отца. Я засмеялась, когда увидела его. Дедушка оставил мне книги в ящике из-под яблок. Он любил истории про привидений. И рассказывал их сам себе, лежа на больничной койке. Они боялись смерти. Поэтому они пожирали юных. В свой последний день он внезапно приподнялся и уставился в окно. Эм... На старую пустую мельницу. Окна наполовину открыты. Он повернулся к моему отцу. Глаза все такие же широкие. Этот дом полон призраков, сказал он. И умер. Потрясающее начало, просто великолепное. Кто такой дед? Почему я с ним не знаком? И почему он уже умер? Я бы хотел с ним познакомиться. Ну что ж, замечательно. Действительно, просто замечательное начало. Но игра реально выглядит классно, друзья. Что ж, давайте разбираться, что здесь вообще происходит. Я не говорю, что ожидала какой-нибудь вечеринки или подобного. Но я полагала, что здесь будет хоть кто-нибудь. Хм... Добро пожаловать домой, Мэй. И первое, что я могу понять, мы играем, в общем-то, за девушку. За кошечку. За кошку. И немного непривычно ассоциировать себя с женским персонажем. Практически всегда я играю за мужчин. И это как бы проще. Я пытаюсь вжиться, да, в персонажа. А тут девушка. Не, не то чтобы это плохо, просто очень-очень непривычно. Что ж, ну блин, глаза у нее красивые. Давайте взглянем на картину. Вау, когда это повесили. Посум Спрингс еще никогда не выглядел таким фальшивым? Хм... Ну, не знаю. Мне сложно об этом судить. Я не знаю, что такое Посум Спрингс. Давайте попробуем по телефону, может позвонить. Как я понимаю, нас должны были друзья встретить. И никто этого не сделал. Ни родители, ни друзья, никто. Это, наверное, такое облегчение для телефонных компаний, что в Посум Спрингс нет связи. Было бы здорово позвонить родителям. Но какой-то ублюдок постарался и оторвал трубку. Кто украл телефон? Действительно. Так, что у нас здесь? Фиаско Фокс. Ты такой восхитительный. Блин, и вот немного, наверное, идет такой как бы диссонанс, что вроде бы персонаж женский, я говорю мужским голосом. Это странно, да? Ну да ладно, думаю, мы все привыкнем. Что ж, давайте пойдем сюда и посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь ничего. А вот, в общем-то, походу и тот самый ублюдок, который сделал эту шалость и оторвал телефонную трубку. Могу я с ним пообщаться? Да. Прошу прощения. А где все? Сейчас 10.45. Закрыто. Сейчас почти никто не приезжает на последнем автобусе в Посум Спрингс. Только ты. Хм. Разве здесь... Так значит, вы вахтер? Посмотри сюда. Что ты делаешь? Я чиню дверь. И все? Не. И... И что дальше? Окей. А по поводу телефонной трубки ты ничего не хочешь мне сказать? Можно я протиснусь через вас? Не. Пройдешь, когда я починю ее. А когда вы планируете закончить? Сразу после того, как ты подашь мне фиасколу из автомата. Я должна за нее заплатить? Нет. Я всегда перенастраиваю ее, пока работаю здесь ночью. Мило. То есть совсем бесплатно? Бесплатно. Пока кто-нибудь не придет и не скажет обратное. Ну окей. Погнали. Заберем колу. Блин. Это круто. Я бы и сам попробовал бы эту фиасколу. Выглядит автомат шикарно. Что ж. Давайте отнесем. Что за... У них есть лаймовый фиаско, а он хочет фиасколу? Это невообразимо. Ну, видимо, эта кошечка явно разбирается во вкусах. И, блин, мне захотелось еще больше это попробовать. Раз она так прямо... Судительно об этом рассуждает. Ладно, просто возьму ее. Ну давай, бери. А, ха-ха, прикольно. Нужно лапой доставать, да? Это круто. Это круто, друзья. Блин, это было довольно мило. Что ж, давайте отнесем фиасколу. И вот почему я на игру обратил в свое время внимание. Вот именно из-за этого потрясающего визуального стиля. Блин, мало какая игра так выглядит круто. Всегда восхищаюсь. Не знаю, насколько она будет хороша как игра, как геймплейно. Но вот именно... Это как... Это очень красиво, как минимум. Так, ну что, фиасколу будешь пить? Ох, ни хрена себе. Так это выглядит, кстати, очень аппетитно. И почему? Вообще он не внушает мне доверия. У него из клюва растет борода. Вкусняшка. Итак, что ты здесь делаешь? Я здесь живу. Ну, жила раньше. Хех. Странно. Когда вы закончите с дверью? Прямо сейчас. До свидания. Ха-ха. Ну пока. И че теперь? А, ну он, в общем-то, выход загорелся. Можно выходить. И... Мы оказываемся, в общем-то, в лесу. Время 10.40 с чем-то. Игра называется Ночь в лесу. И, видимо, нам придется разбираться, где все мои друзья, где мои родители и почему я остался... Я осталась, наверное, нужно говорить. Здесь совсем одна посреди этого ужасного Апоссум Спрингс. Итак, я на окраине города. Мамы и папы нигде нет. Темно и холодно. Похоже, мне придется идти пешком. В одиночку. Что ж, окей, погнали. Ну, здесь довольно красивые виды. И лес, должно быть, тоже будет красивый. Возможно, этот автовокзал – новейшая вещь в Апоссум Спрингс. В Апоссум. Думаю, они получили государственное финансирование. Или что-то в этом роде. По идее, она производит хорошее и первое, и последнее впечатление о городе. Если бы только не заброшенная фабрика по производству стекла, которая расположилась на Афоне. Судя по всему, они не собираются разбираться с ней. Какая философская девочка. Интересно, а сколько ей лет вообще? Вот она так рассуждает прямо здорово. И... Блин, классно, классно, все-таки супер. Все, хватит, хватит, блин. Возбуждаться от этой графики и просто идем дальше. Ого! Я и не думала, что так скучала по звуку этого поезда. Я привыкла слышать его в своей кровати по ночам. Во время зимы, когда листья уже опали. Так, и... Мне кажется, игра будет довольно грустной. Знаете почему? Потому что начало было с такой минорной нотой. Дедуля умирает. Здесь все темное, мрачное. Мы откуда-то приехали, нас не встречают. Надеюсь, развязка будет все-таки прекрасна. Не знаю, захотим мы проходить ее или нет. Но пока все прям-таки здорово. Похоже, мне придется пробираться сквозь лес. Сквозь этот лес к своему дому. К своей кровати. К своим беспечным родителям. Ну че, погнали. А че они беспечные? Откуда она вообще приехала? Где она ползала? Может быть, она где-то училась в колледже? Или была у бабушки с дедушкой? Нет, дедуля умер. Не знаю, бабушка, наверное, тоже как бы за ним отправилась. Кто его знает? Так, сычу, а куда я спускаюсь? Я реально спускаюсь в лес? Ух, вот это я понимаю природа. Природа и мусор. Да, довольно печальненькая картина здесь открывается. Пакеты везде полиэтиленовые висят. Друзья, берегите природу все-таки. Блин, она же так прекрасна. Вот на самом деле. По-моему, где-то тут должна быть старая лесопилка. В смысле, здешний парк называют лесопилкой. Похоже, в какой-то момент он потерял много деревьев. Вздыхает. Думаю, придет скарабкаться. Здесь скарабкаться, да? Такс, нужно найти лесопилку, а именно парк. Что это вообще за жуткое место? Это мало похоже на парк и... Черт. Блин, здесь стрёмно. А если какие-то твари начнут вылазить? Это ведь может случиться. А как забраться наверх теперь? Стоп, я не могу здесь забраться. Запрыгнуть тоже не могу. Может быть, с помощью этого дерева как-то... А чё я вниз упал вообще? Так, окей, окей, окей. Появляется первая загадка. И непонятно, как её решить. Надо запрыгнуть, я думаю, сюда. И таким образом мы выберемся. Но почему я спустился вниз? Оу! Оу! Жёстко! Добаловался! Ха-ха! Бедняжка! Ты ведь не ушиблась! О боже мой! Это было опасно! Я могла умереть! Это было круто! Ха-ха-ха! Да, согласен! Ну вообще, у тебя 9 жизней. Я думаю, ты бы так быстро не погибла. К тому же кот упавший с дерева. Что может быть более обычным? Коту не страшно. Я не собираюсь помирать в этой дыре. Так, что-нибудь новое появилось? Мешки для покупок. Это маленькие призраки. Продуктовых магазинов. Преследующие повсюду. Блин, она реально философская дамочка. Чёрт, что она там? Нише начиталось или чего? Блин, жёстко, жёстко, жёстко. Камью там все дела, да? Эх, ладно. Двигаем дальше. Что это за огоньки горят вдали? Это дома, наверное? Наверное. Ха-ха! Почему они на этой свалке находятся? Мы реально бежим по свалке. Так, что здесь? Вау, я не была здесь около 10 лет. Тут, наверное, вообще никого не было всё это время. 10 лет она нам не была. Значит, она всё-таки, друзья, не маленькая девочка. Это, возможно, она уехала куда-то учиться, да? И в колледж у неё была там своя семья, работа, все дела. И тут она решила навестить родные края. И я делаю выводы, может, лет 25 уже. Кто знает, кто знает. Я не понимаю, что они здесь собирались делать. Что-то типа корабля-замка? Всё равно большая, большая часть разрушена. Теперь это просто старые развалины, где дикие животные делают детей. Окей. Блин, ну корабль выглядит классно. Был бы у меня в детстве такой корабль, я бы просто с ума сошёл от крутости. Давайте поуправляем им. Да, мне не густо. Кажется, лестница исчезла. Если бы я могла залезть наверх этой штуки... Ух. Ага. Когда я была ещё ребёнком, я всё никак не могла залезть на это дерево. Брёвна с цифрами издевались надо мной. Брёвна и другие дети. Да, но она всё-таки взрослая, ведь она говорит, когда была ребёнком... Всё, мы определились с её возрастом, пускай ей будет 25. Имя... я не помню. Посмотрим, смогу ли я представить это. Ха-ха-ха. Хм, блин, ну как же круто. Не могу перестать это делать, даже на секунду. Нужен достаточный импульс. Думаю, я смогу это сделать. Бег и прыжок. Прыжок, прыжок. Ха. Хорошо, погнали. Ааа, промазал. Ха-ха, слишком поторопился. Ладно, сейчас мы явно туда заберёмся. Мы исполним детскую мечту нашей героини. Опа. Ха-ха. Отлично. И чё у нас здесь? Прошло всего лишь два года, как я уехала отсюда. А нет, смотрите-ка, она два года назад уехала. Всё же она уехала реально учиться, походу. Из города имею в виду. А не из этой детской площадки. У меня начинают путаться мысли. Просто запишу всё. Ха-ха. Прикольно. Она... Она офигенно записывает. Просто нарисовала это. Хорошо. А... Рип Гранд Дэд. Пипец. Сначала вот это вот с мёртвым дедулей. Печально. Ладно, куда дальше двигаться? О. Пойдём здесь, друзья. Классно. Блин. Вот прямо чувствуется эта летняя, да, ночь. Офигенно. Офигенно. А может быть и не стоило по этому канату идти? Не, ну это было весело для неё, я думаю. Ой. Ха-ха. Ха-ха. Привет, Мэй. Давно не виделись. Эй, что ты здесь делаешь? Больше нечем заняться? Я патрулировала и увидела тебя на этой старой детской площадке. И что с того? Садись в машину, Мэй. Нет. Мэй, ты хочешь провести свою первую ночь в тюрьме? За что? Слушайте, я просто гулял по детской площадке. Какого хрена? Ну. По-моему, это жёстко. Что за странный город? Посум Спрингс. Зачем я сюда вернулся вообще? Нет. Ха-ха-ха. Не, ну это, по-моему, старый добрый знакомый полицейский сразу хочет меня посадить в тюрячку. Охрененно. Охрененно. Дед умер. Что за депрессивная такая атмосфера здесь царит? Так. А вот, походу, и родители, да? Эй, помнишь меня? Мэй! У меня чуть сердце не остановилось. Прекрасно. Почему ты... Ой. Мэй, милая, мы думали, что ты приедешь завтра вечером. Вы думали неправильно. Как ты добралась сюда? Шла пешком, пока меня не арестовала коп тётя Моля. А ты передала Молли привет от меня? Это их тётя. Отлично. Если бы я мог отомстить, я бы это сделал. Но нет. Я ни с кем не здороваюсь. Тем более с копами. Я иду спать. Моя кровать всё ещё здесь? Или вы ждали завтрашнего вечера для этого? Мэй, как здорово услышать твой голос снова? Спокойной ночи. Блин, это жёстко. И батя какой-то у меня неприятный. Так, что у нас здесь есть? Здесь ничего интересного нет. Надо, короче, походу подниматься наверх в свою комнату, ложиться спать. И будем смотреть, что будет дальше. Так, наверняка в этом доме есть что-то классное. Надо поисследовать. Так что за дверью попасть туда нельзя. Хорошо. Здесь тоже ничего не нажимается. Ладно, побежим сюда. Светильник красивый. Часы. У нас дома валяется пара старинных вещей. Часы, сундук в кладовой. И всё, что погребено по домам после случая с цементом. Ну, а что за случай с цементом? Это кладовая, да? Так, о, а я не могу зайти? Ах! С каких пор ползковое место перекрыто? Интересно, уберёт ли их папа? Ну, думаю, потом уберёт. Наверняка нужно будет туда рано или поздно прийти и поглядеть, что там лежит вообще. Ладно, поднимаемся наверх. И наверху у нас наша комната. Блин, красивая комната, красивая. Вопросов нет. Гитара стоит, усилок. Ладно, пора ложиться спать, друзья. Спокойной ночи. Я думал, мы всю игру проведём в лесу ночью. Как раз-таки сегодня, когда я приехал сюда. Оказывается, всё же до дома удалось добраться. Значит, события будут разворачиваться далее. Окей. Не, ну пока всё меня интригует. Мне прям всё нравится очень. Не знаю, друзья, как вам. Так, а вот, в общем-то, и утро. Солнышко освещает моё кошачье лицо. Его лучи пробиваются сквозь окно и падают на моё подеяло. Я не хочу вставаться, наверное. Я хочу спать. Ладно, просыпайся, малышка. Хе-хе-хе. Что она... А что она сделала? Это... А, она одежду взяла, да, получается? Хорошо. Может сыграть немного на басу? Но какую песню? Космический дракон. Блуждающий в космосе. Кочующий по запрещенным местам. Это я буду играть? А! Я не могу нажимать так быстро. Я не умею это... Мелодия прикольная определённая, но... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, давайте заканчивать. Всё. Поиграли и хватит. У меня явно не получается играть на гитаре. Я к этому не приспособлен. Поэтому мы просто отсюда уходим. И... Спросим у бати, что вообще за херня творится? Хотя вроде пока ничего и не творится. Я думал, завязка событий уже должна была начаться А оказывается, ничего еще пока и не понятно Ну ладно, погнали к батьку Батька, встречай меня, встречай свою Мэй Дорогая, да? Подойди ко мне, пока не ушла Ладно Это батя или мамуля моя? Это все же батя А где мама? А, это мама, смотрите-ка, это мама Я думал, это батя Привет, мам! Добро пожаловать домой, милая Спасибо, что не сменили замки Извини, мы перепутали день твоего возвращения Это было короткое уведомление Все хорошо, мам Мэй, дорогая Да? Все в порядке? Ну да, нормально Да, мам, все хорошо Ну я имею в виду, твой звонок Встревожил нас с папой Я подумала, что что-то не так Не, просто с колледжем не срослось Что это значит, дорогая? Мы можем поговорить об этом позже? Конечно, дорогая Спасибо, мам Я уверен, что твои старые друзья будут рады тебя видеть Ты случайно не знаешь, где Грег? О да, Грег работает в Снэк Фелкон В тауне Сентри у Клик Клака Думаю, мне нужно сбегать туда и поздороваться Что ж, желаю тебе хорошо провести время здесь Столько нового, посмотри, что изменилось Так и сделаю Только будь осторожна со всей этой старой стройкой Ну что за осень в Посум Спрингс без огромной стройки? Это так по-праздничному, дорогая Вернусь позже Пока, милая Окей, друзья Оказывается, события происходят не летом, а осенью Я почему-то подумал, что это лето Но и думаю, пока на этом можно остановиться Для пилота вполне себе достаточно Если игра вам понравится Будем проходить Запишем длины серии Ну, я честно вам прям желаю Желаю-желаю, друзья Теперь решайте вы Большое спасибо, что посмотрели этот видос Если понравилось, сможете поставить лайк Подписаться Было бы очень здорово Будьте счастливы, здоровы Любите котов, природу Осень, все дела Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok